Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию послание Арктурианской группы от 30 июня 2019 года. Кому интересно кто такие Арктурианцы, как они выстраивали коридор энергетический для того, чтобы мы прошли с вами в 4-5 измерение или не прошли, как слово, которое мы плохо понимаем, а заикорили. Вы можете посмотреть ролик на этом канале YouTube Лора Шереметьева. Кто такие Арктурианцы? Кому это интересно и у кого есть личное желание знать больше. Переходим к тексту. Дорогие читатели, те, кто нежно любят вас и наблюдают за вами, приветствуют вас еще одним сообщением. Никогда не думайте, что на другой стороне не знают о вашей борьбе. Многие из нас тоже испытали жизни на земле и знают, на что похожа жизнь в энергиях дуальности и разделения. Мы понимаем, что гипноз, который пронизывает каждый аспект жизни в трехмерной энергии и поэтому испытываем большое уважение к храбрости и силе, которые вы проявляете в это время перемен и противостояния света, тьмы, правды и лжи. Мы вместе со многими другими развитыми существами других планет и высших измерений, наблюдающих за процессами разнесения Земли, шлем нашу любовь и нашу поддержку. Эти существа жаждут, чтобы люди Земли развились и энергетически присоединились к ним, чтобы наконец свободно путешествовать по космосу, как они. Может казаться, будто ничто не меняется, но помните, что сознание – сущность формы. В третьем измерении существует время, которое определяет процесс, поскольку все больше людей пробуждается от трехмерной обусловленности и начинает интегрировать истину, начинает проявляться более высокое состояние сознания. Знайте, что все идет по плану. То, что вы видите – это проявление и разоблачение многих искаженных и ложных понятий, которые еще живут в трехмерном коллективном сознании. Это позволяет многим людям, которые не знали или отрицали это, ясно увидеть это глазами, не запрограммированными на то, чтобы видеть то, что хотят от них другие. Гипнотизм трехмерной системы взглядов заставляет многих бояться отойти от того, чему их учили относительно всех аспектов жизни. Многие продолжают жить подсознательно, отдавая свою врожденную власть и право принимать решения другим «экспертам», организованной религии, политикам, партнерам, друзьям и членам семьи. Страх перед собственной властью может быть результатом напряженных событий предыдущих жизней, все еще активных в клеточной памяти, например, рабство. И иногда это просто лень, потому что легче позволить кому-то принять решение за вас. Звонок будильника может быть каким-то напряженным событием, испытанием, часто необходимым для того, чтобы вывести некоторых людей из удобного состояния сна. Многие испытывают это в настоящее время. Вы становитесь стражами, тихо и тайно поддерживающими свет в любой ситуации. Будьте светом в каждом разговоре. Несите свет с собой в темные места. Поддерживайте свет везде, где бы вы ни были, и позвольте свету быть тем, кто вы есть, даже когда вы не чувствуете себя подобными ему. Нужно большее число тех, кто пробудился. Поводок становится короче и быстро становится понятно, что возвращение к кажущемуся более легкому, непробужденному состоянию сознания невозможно. Многие пробовали, но как только вы переросли какое-то состояние сознания, его больше не существует. Жизнь на Земле не для малодушных. Трехмерная энергия делает Землю чрезвычайно трудным, но мощным местом для развития. И вы прекрасно справляетесь с этим. В течение нескольких поколений люди, правительство и общество стремились к миру. На Земле никогда не было настоящего мира. Потому что истинный мир сначала должен присутствовать в сознании. И только потом он сможет проявиться. Мир – это состояние сознания. Трехмерные концепции мира могут отражать только энергию дуальности разделения, которая составляет их суть. Видимость мира, созданного из этих концепций, многим кажется милой и дружелюбной. Но из дуальности она всегда будет содержать противоположности, готовые и способные проявиться в любой момент. Истинный и прочный мир может проявиться только тогда, когда присутствует его сущность – сознание. Будь то мир между партнерами, членами семьи и друзьями, или мир между группами, правительствами, странами и мировыми лидерами, независимо от того, насколько укоренились некоторые социальные убеждения. Знайте, что страна, где вы родились, цвет кожи, пол, язык, религиозные убеждения или сексуальная ориентация не имеют абсолютно ничего общего с реальностью. Каждая жизнь – это выражение единой жизни, период, и пока это не будет признано большинством, не может быть никакого истинного мира. По мере того, как все больше людей начинает понимать и жизнь на основе единства, формируется новое и более высокое коллективное сознание, то, которое сможет проявиться как событие истинного мира, а не ложной его концепции, признанной и считающейся нормой. Тем не менее, люди не должны ждать мир от общества, чтобы испытать его в своей личной жизни, потому что каждый человек испытывает свое собственное достигнутое состояние сознания. Те, кто продолжает способствовать войне как необходимому условию мира, не имеют представления о нем и не заботятся об истинном мире. Есть большое число непробужденных людей и корпораций, которые стремятся только укрепить свое финансовое положение и власть путем поддержаний войн, производства и продажа оружия, хорошо для экономики, пропаганда, агрессия и убийства, как способ стать героем, игры, военная реклама, СМИ, а также показ вооружения, как развлечения, парады, авиашоу. Это может касаться безобидным. Именно так и задумано. Задумайтесь над этим. Как концепция войны легко стала признаваться общественностью. Существует популярное высказывание «Свобода не дается просто так». Вера в это заставляет многих оставаться в старых и плотных энергиях прошлого. «Свобода – это ложь, пропаганда и полное заблуждение, свобода – естественное, неотъемлемое право каждого человека». Как божественное существо, каждый человек всегда был свободен, если не считает обратного. Мир и свобода – это состояние сознания, которое может выражаться даже в самых сложных обстоятельствах. Подобно многим вещам, сущностью и духовностью истинного патриотизма манипулировали те, кто старался прославиться, укрепиться и извлечь личную выгоду от пропаганды ложного патриотизма. Отправка молодых людей, совершать злодеяния воима мира и свободы – это не действие развитой планеты. Вот почему Земля все еще находится в планетарной изоляции. У тех, кто наблюдает за развитием планеты, возникает вопрос, почему люди позволяют убивать своих детей, чтобы те, кто негласно манипулирует ими, жирели и радовались. Они убеждают вас, что это ради вашей свободы и безопасности. Но так ли это? Пришло время серьезно и честно проанализировать свои убеждения, касающиеся общепринятых концепций безопасности свободы и войны. Истинный патриотизм не заключается в выражении «это моя страна», «права она или не права», «как это преподносится общественности», «но любить страну и человечество, признавая и меняя то, что не работает для всеобщего блага». Пропаганда ложного патриотизма была простым способом скрыть истинные намерения сторонников войн. До сих пор большинство людей не осознавало этого, потому что очень легко попасть под гипноз, если человек теряет бдительность, не пробужден и не доверяет своей интуиции. Люди начинают пробуждаться и понимать, что король-то голый, и вы понимаете, внимательно проанализируете свою собственную систему взглядов на предмет ошибочных взглядов на войну, мир, свободу, безопасность и военно-промышленный комплекс. Пропаганда военной мощи как лучшего средства защиты человечества энергетически стара и плотна. В течение эонов лет конфликты были просто результатом уровня развития общества, но это больше не так. Мировые конфликты превратились в средства набить карманы теми, кто получает прибыль от войн, постоянно продвигая их с помощью тактики устрашения. Вы еще не знаете о закулисном маневрировании, поддерживающем войны и конфликты, оправдывая их вашей безопасностью. Тем не менее, знайте, что есть много пробужденных людей в вооруженных силах и других корпорациях, принявших решение тихо служить свету. Война – это результат неразвитого состояния сознания, обусловленного убеждением дуальности и разделения. Лично и коллективно многие люди развились выше убеждения, что войны и насилие важны для свободы, но не могут признать, что многие из этих старых концепций остаются жить в их сознании из-за ложного чувства патриотизма. Каждый человек в одной или нескольких жизнях на Земле принимает решение играть роль воина, которая составляет важный аспект эволюционного процесса обучения каждого человека. Сейчас мир находится на переломном этапе, когда насилие перестает быть эффективным средством решения проблем, а войны становятся воинами за мир. Многие дорогие души с чистым намерением и любовью выбрали в прошлом, да и сегодня служить своей стране в вооруженных силах. Многие жертвовали своими жизнями ради безопасности близких. В третьем измерении такой выбор был эффективным решением. Мы не унижаем, а скорее чтим жертвы, принесенные этими дорогими душами, поскольку их намерения были чисты в мире, который еще не развился в этой степени, чтобы сложить оружие. Все в определенный момент должны быть готовы оставить позади старое состояние сознания, которое поддерживает войны и конфликты, как средства обеспечения безопасности. Безопасность уже присутствует в сознании каждого мужчины и женщины и ребенка, если они могут осознать это. Безопасность это состояние сознания. Мы понимаем, что некоторые из вас могут быть не согласны с этим сообщением, но это нормально. Но если вы искренне в своем духовном росте, энергии дуальности и разделения проявляются как войны и насилие, больше не могут быть частью вашего сознания, это моя страна, права она или не права, не представляет истинной духовной сущности патриотизма ни для какой страны. Вы духовно готовы начать идти по пути истины, а не просто говорить о ней. В отношении семьи, друзей или мира в целом мир уже полностью присутствует внутри вас как качество вездесущного божественного сознания, каким являетесь вы. Мы Арктурианская группа. История Актурианская 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 Актурианская